Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из скрытых причин, почему фиалка останавливается в росте, почему у фиалки появляются вот такие вот коричневые пятна на листочках, то есть некроз начинается. Обо всем об этом мы сегодня с вами на примере поговорим, рассмотрим. Вообще, если фиалки плохо себя ведут, не растут, некроз на листьях появляется, то, конечно же, чаще всего эта проблема связана с нарушением агротехники. Значит, у вас грунт неподходящий, или состав грунта нужно менять, или полностью грунт нужно менять. Значит, у вас полив неравномерный, нужно регулировать полив, регулировать освещение и температуру регулировать. Но бывает еще так, что человек соблюдает вот эти все четыре пункта, и грунт хороший, подходящий у человека, и состав грунта правильный, и поливает умеренно, и с освещением все в порядке, и с температурой. Но, тем не менее, фиалки плохо растут, и со временем у молодых фиалок, казалось бы, они должны набирать бутоны цвести, а они начинают портить листу. Вот. Значит, в этом есть скрытая причина. В таком поведении наших фиалок бывает скрытая причина. И эта причина начинается вот с деток. Значит, есть у меня вот такие вот пять, пять вот таких деток, которые я только что отделила от материнского листика. Детки, на первый взгляд, вот такие вот, в принципе, хорошенькие. Они не сильно крупные, но они хорошенькие. Но я точно знаю, что посадив вот таких вот деток, даже в состав грунта, подходящий для выращивания фиалок, особенно на фитильном поливе, со временем эти детки будут плохо расти. Значит, причина, да? Давайте смотреть стволики. Вот. Такой вот длинный стволик. И, казалось бы, корешки хорошенькие. Это вот они немножко у меня подсохли, потому что я видео пока камеру настроила. Вот. А на самом деле, при отделении вот этих деток от листа, корешки светленькие, хорошенькие, не гнилые. Просто вот такой вот длинный стволик, который со временем начнет у вас подгнивать в грунте. Вот. И с виду фиалка будет вроде бы как бы ничего выглядеть до поры до времени. Просто будет плохо расти. Вот. Будете вы ее и подкармливать, и досвечивать хорошо. И нафигенный полив поставите. Но, тем не менее, такие детки, они, как правило, туго растут. И во взрослом состоянии начинаются проблемы. Особенно это сейчас, вот весной, нужно на это обращать внимание. Потому что вот такое состояние фиалок в жаркое время года, это практически стопроцентный бактериоз. То есть начнется жара, и вот этот длинный оставленный стволик, он очень быстро загниет, особенно на фитильном поливе. Вот так вот, значит, чтобы с этими детками было все в порядке, чтобы они хорошо росли, чтобы хорошо цвели уже взрослые фиалки, я что делаю? Я полностью обрываю вот эту корневую систему и укорачиваю стволик. То есть я переукореняю детку. Укорачиваю стволик. Вот примерно вот так вот. На пальчик, на мизинчик. Фаланга пальчика. Вот так вот укоротили стволик. И деточку в свежий грунт поставили. Таких деток можно даже нахитить сразу ставить. Они переживаются. И очень быстро наращивают новую корневую систему. Вот этот стволик, он как будто бы вот даже подсушенный вот здесь, на кончике. Можно в тепличку, можно не на фитиле, а в тепличку ставить. Таких деток я на мата буду ставить сразу. Почему такое бывает у деток? Ну, тоже есть причины. Это, в принципе, нарушение агротехники. Либо же лист глубоко посадили, когда укореняли. Либо же в стаканчике. Набираете полстаканчика грунта и лист укореняете. Детки потом вытягиваются. Ну и бывает, деток много при листе. И они тоже себя так ведут. Так вот эту детку я выброшу. Она вот, видите, корявая. Ей тесно было. Не хочу возиться с ней. Абсолютно у всех деток. Я укорачиваю стволик и обновляю срез. Не заглубляем точку роста. Обязательно. Потому что, если будете переукоренять деток на фитильном барреле, то может ржавчина в центре начаться, если заглубить стволики. Ну и таких деток нужно ставить под хорошее освещение. Потому что, видите, точка роста центра как бы внизу находится. И все. Буквально пару недель. И эти детки уже будут похожи на красивые фиалочки. Хорошенькие. Ну а теперь давайте с вами разберем вот эту вот фиалочку. И посмотрим. Я вам покажу наглядно, что причина плохого поведения вот этой фиалочки, вот что она не крозит. То есть, внешне мы смотрим, фиалка растет. То есть, все как бы с ней в порядке. Но вот тут портится нижний ряд листочков. И даже удалив этот нижний ряд листочков, будет портиться следующий ряд. То есть, смысла удалять такие листики нет совершенно никакого. Сейчас мы с вами ее разберем на запчасти. И я вам покажу, какой стволик я здесь оставила, когда отсаживала детку. Так, смотрим. Достаю из горшочка. Вот, вроде бы и корешки светленькие, хорошенькие, да? Вот, виден. Все в порядке. Но, некроз на листьях говорит нам о том, что у растения есть какая-то проблема. И эта проблема в корнях. Смотрим. Такой здесь стволик. Длинный. У меня растение только с фитиля. Недавно снято. Грунт не подсох. А вообще, в идеале, можно подсушивать грунт. И не полностью удалять корневую систему, а частично. То есть, прочесывать корневую систему у таких деток. У фиалок молодых. И подрезав стволик, подрезав стволик, вот видите, какой длинный стволик. Вот, причина такого поведения фиалки, некроза листочка, вот в этом длинном стволике. Сейчас стоит этот стволик укоротить. Ну, я теперь уже буду переукоренять эту фиалку. Я ее сейчас разберу на запчасти. Это трейлер. Я показываю вам на примере трейлера. Но так же может быть и у мини-фиалок, обычных розеточных, и у стандартов. Если вы оставили вот такой длинный стволик у детки, то 100% у вас начнутся, у ваших фиалок вернее, вот такие вот. Обращайте внимание на то, каких деток вы отсаживаете от материнского листика. Вот в данном случае, вот такие вот детки, с вот такими стволиками, вот такими корешками, я буду отсаживать, ничего у них не буду срезать, и никакие корни удалять не буду. Вот это все правильно будет. Вот тоже, видите, вот, деточки. Ой, так, сейчас сфокусирую. Вот такой вот стволик, и корешки есть хорошенькие. Ну, тут все нормально. А бывает еще вот так вот, деточка. Вот я ее отделила от листика, так, показываю, да. Тут вообще нет корешков, и стволика практически нет. Вот тут я, может быть, один-два листика удалю, и посажу эту детку просто в стаканчик. На поверхность грунта просто положу такую деточку. Так тоже бывает, это, в принципе, тоже нормально все. Ну, таких деток, вот таких вот, с короткими такими корешочками, их не нужно ставить сразу на фитиль и на маты. Вот такие детки нужно укоренять в тепличке. Ведетница